привет меня зовут боря мне 34 года я езжу на мотоцикле с 2012 года по москве ну и не считаю покатушек по деревне совсем юном возрасте я работаю ее x дизайнером разрабатывал приложение для банка сейчас я фрилансер также свободное от работы время я занимаюсь постройкой и обслуживанием ремонтом кастомных мотоциклов у меня свое небольшое мото отелье которое называется бром motor cycles в рамках него помимо постройки мотоциклов еще делаю разные аксессуары из кожи всякие футболочки крутые ништяки стильные типа вот такого всякого также мы с кастом конвенции егором и другими ребятами клевыми делаем мотофестиваль который проходит под открытым небом именно не классический мотофестиваль bike fest кастом культура old school вот это вот все все красивые стильные людям нравится нам тоже первый мотоцикл который я купил это был ямаха бронка 2012 году он такой изначально был типа под скрэмблер но я прям сразу такое типа его нужно пилить я тогда увидел что что люди вообще делают и сделал скрэмблер ну не сама там у чуваков гараже заказал они мне его сделали с ним долго мучился как бы был красивый но очень плохо заводился и я часто по утрам там бегал по паркингу и охранники смотрели видео на нас совались просто с чувака который приходит за час до того как ему надо выехать и пытаясь завести мотоцикл после ямаха и бронки я переехал на полгода в индонезию на бали там я купил honda tiger и тоже у чуваков там местных запилили они по моему дизайну очень клево мотив получился прям я кайфовал от него с построен не хуже чем у дэвуса местного проблем никаких с ним не было и самый прикол что я купил его за две с половиной штуки баксов уже вместе с постройкой и когда выезжал с бали я продал ему за две с половиной штуки баксов после того как я пожил замечательной стране индонезия пришлось вернуться в россию и естественно нужен мотоцикл я купил квасаки стрелла но его я не пилил я что-то думал что что его пилить но у меня не было никаких идей и как-то я на нем совсем мало проездил мне не сильно понравился потом я его продал и уже купил honda cb400 ss самый знаменитый в россии классический мотоцикл его я уже начал потихонечку подпиливать с другом мы это делали около дома чем бесили всех соседей но в общем суть не в этом уже там появились какие-то подпиленные крылья самостоятельные измененные рули и так далее потом его я продал и купил этот мотоцикл это honda cb 550 1976 года а я 86 года так что 10 лет меня старше частый вопрос всех почему типа этот мотик почему другой мотик долго думала о том как можно как можно ответить на этот вопрос но ответ на самом деле нету потому что просто ты влюбляешься в мотоцикл и все как человека ты влюбляешься и ты не можешь сказать что типа вот только поэтому ли вот только поэтому как бы просто я увидел скала вот это сексе очень круто мне нравится если детально прямо углубляться да то ну это вот это вот прямая линия от рождения которую не надо выводить очень клевый баг формы почему-то сейчас такого не делают все овердизайн там максимально какие-то чем больше грани чем больше это похоже на какого-то там персонажа из трансформеров тем охуеннее наверное но я такой тип за то чтобы дизайна было по минимуму и вот когда дизайна по минимуму это смотрится круто ну и плюс здесь очень кайфовый двигатель который я даже со своими суперскими умениями механика смог перебрать собрать и он работает ездит и вообще если что-то случится с помощью набора инструментов из десяти штучек можно собрать разобрать это и хорошо и иногда плохо потому что пару раз я влетал так что мне казалось что что-то не то дело было в какой-нибудь ерунде типа закончился бензин а я уже разобрал половину двигателей уже там что-то смотрю как я колпана неправильно настроила еще какая херь он клёвый и в стоке от рождения но немножко я тут все равно чуть-чуть попилил я постарался оставить его классический силуэт чтобы любители стока и музейных экспонатов были довольны не сильно меня ругали в комментариях вот но чуть-чуть я все равно там добавила минимализма соответственно убрала те огромные там поворотники вот такие вот стопари такие спидометры потому что я вроде хорошо вижу и это мне не надо я сделал все аккуратненько минималистично маленькую сидушечку конечно наверняка люди скажут что на ней нереально ездить но вот реально вообще все все мотоциклы которые я покупаю я не нравится как они выглядят стоки хочется какой-то индивидуальности внести такой типа блять инженеры идиоты все делают не так зачем они здесь сделали так я же лучший инженер я лучше знаю но это в глобальном вообще мне как и в своей работе в дизайне мне нравится минимализм то есть надо оставлять суть потому что человек приходит условно говоря на сайт ради контента и чем меньше отвлекающих для него факторов тем круче на мой взгляд и такого же я придерживаюсь в дизайне мотоциклов если что-то там датчик подножки может жить без датчика подножки я вот могу жить без датчика подножки может жить без того что нужно обязательно нажать сцепление чтобы завести даже если он стоит на нейтрали ну как бы я не знаю вот поэтому все лишнее убирается остается суть на нем ездится и люди на улице оборачиваются ставят лайки все как мы любим мотик 76 года он приехал с японского аукциона причем не с такого аукциона где там есть классный листом 35 все дела а с какого-то днища аукциона которого там не было никаких листов бюджет у меня был небольшой но мотик я хотел этот я просто сказал все мы берем любой фонда себе 550 которые есть пофигу чё там с ним ну и в общем он приехал здесь у него была вода тормоз был заклинен колеса были заклинены короче и началось значит первое что это я поставил ретро резину шинка е-270 но она такая типа компромисс между олдскульным видом и ездовыми качествами естественно пилил крыло потому что она не влезала заполировал вот это вот все дело сейчас она уже правда не так блестит полностью переделал тормоза поставил но смысле там новый суппорт новая машинка и тормозной шланг ну то есть практически новое все кроме диска это все заработало те года было очень сложно с вот этим датчиком давления чтобы типа когда нажимаешь у тебя сзади стопарь горел и там была такая целая как коробка но сейчас благо ребята в америке смекнули что это нафиг не надо и просто все в маленький датчик запихнули поэтому от коробки получилось избавиться здесь у меня стоит желтая клевая фара но она сама сам корпус родной а вот стекло не родное я также перенес сюда на фару замок зажигания потому что так круче и он такой маленький вместо вот огромной фигни которая торчит и и стрёмно выглядит грипсы по моему билтвелл новый рульф стрекер в стиле маленькие спидометр тахометр здесь есть одна очень классная деталь которая есть только на японских мотиках и который меня очень сильно пугало здесь лампочка прям встроена и я как-то еду и она загорается я думаю блин что это за красная лампочка в каком-то не адски необычном месте что-то случается очень плохое торможу она гаснет и опять начинаю ехать она опять загорается в общем потоге в итоге выяснилось что японии в те года типа не надо было ездить быстрее 60 километров в час есть ты едешь 61 то она загорается долго пугал а потом слава богу я узнал что это такое здесь я когда переделал руль я сломал пульт пришлось пульт новый купить он такой тип тоже дизайн полностью скопирован со старого бак здесь самое удивительное что не родной потому что это модификация кей а бакс модификации f и бакс модификации кем не тоже нравится но не так как этот поэтому я купил на ebay в америке вот этот бак внутри был адский ржавый его там чистил дырявый клеил в общем все сложно новая горловина мотор я вскрывал менял там кольца но вообще делал дефектовку чё да как чтобы не париться с ним корбы тоже новые потому что старые с ними были какие-то огромные проблемы мне так к сожалению не получилось их настроить и у чуваков на стенде не получилось их настроить я нашел чела на ebay который 25 лет занимается именно настройкой корбов для себе 550 и себе 750 покупает старые корбы разбирает их чистят что-то там все переделывает настраивает присылает тебе ты их просто ставишь и довольно едешь и думаешь вот умеют же люди не то что ты ну левички ну такие поролоновые как бы компромисс между хейтом в комментариях и хорошую и хорошим внешним видом так что у нас дальше сидушку сделал кости всем известные которые делают всем сидушки прямо ток ну не прям прямо ток ну в общем то здесь не рано не родной коротенький глушитель с прикольным звуком амортизаторы shot performance когда я отпилил здесь здесь сидушка была такая большая и когда я отпилил и сделал ее маленькой то когда я везу пассажира то настолько прогибается что царапает колесо поэтому пришлось сделать немножко другие аморты пожестче повыше по поводу двигатель еще один момент там стоит сейчас электронное зажигание вообще всю электрику я сейчас перевожу на современное ну чтобы там было электронное зажигание мощные катушки рефлекторы регуляторы все вот это что было современное потому что там все доисторическое еще и ну там типа кулачковое зажигание какие-то там всякие сокущие шпокущие штучки которые полумеханические полуэлектрические электронные поэтому сейчас все будет электронное колеса тоже переспецовывались на новые спицы красились обода сзади тоже стоит шинка маленькие лэд поворотники маленький старт стопарик для лэд поворотников соответственно там переделывалось реле специально оставил чтобы они работали новая звездочка это и другая новая цепь ну в общем такие какие-то стандартные вещи которые при покупке вообще любого был мотоцикла были произведены я гоняю на нем уже третий сезон наверное больше глобальной ничего переделать не буду по крайней мере по внешнему виду мне все нравится вот единственно как я уже говорил немножко электронику перевожу на современные технологии возможно что еще переведу это все на moto гаджет чтобы прям было вообще супер мега проводка и вопрос или электроники был закрыт чтобы ответить зачем мотоцикл я бы процитировал песню группы кровосток и она очень хорошо отражает зачем мотоцикл звучит это так я против плохого стиля я дэнди мама стиль основа без стиля мама пиздец а стиль не обои мама хотя и обои тоже поэтому мотоцикл это просто часть моего лайфстайла вот и все я на нем езжу я в нем ковыряюсь он доставляет мне удовольствие вообще всегда даже если едет на эвакуаторе а я сижу в кабине shit happen покупайте мотоциклы переделывайте их не читайте что он пишет в комментариях в комментариях вам будут писать все что угодно что вы не можете не сможете на нем ездить что зачем вам надо это переделывать не это даже несмотря на то что вы там уже пять-десять лет на нем ездите люди в комментариях знают лучше вас что вы не можете на нем ездить а вы просто ездите продолжайте и ловите лайки ловите взгляды наслаждайтесь этим тусуйтесь с такими же единомышленниками вот и все и и Продолжение следует...